Судебная реформа пенсионная и если хватит голосов, старт медицинской. Украинские нардепы снова нарезают себе задачи на неделю и расписывают все буквально по часам. Спикер грозит, не будут укладываться в график, не видать им перерыва на обед и парламентского буфета. Выполнима ли миссия об этом в следующем материале? Две предыдущие пленарные недели нардепы посвятили одному единственному законопроекту о судебной реформе. Все из-за количества поправок, но теперь из 4000 осталось рассмотреть чуть больше 500. А на это уйдут уже не дни, а часы. Тем не менее, попытки откорректировать проект закона тщетно. Ни одна из поправок не находит нужного количества голосов, но авторы изменения от своего отступать не собираются. И когда каждый судья стает Конституционным судом в лапках, и когда людям запроваджуют шаленые штрафы за так звание зловживание правами. Это голосование за процессуальные кодексы, причем и те изменения, которые эти кодексы однозначно погибают. Ничего спільного с судовой реформой это не имеет. Зато в коалиции полны оптимизма. Когда закон о комплексной судовой реформе технично затягивается незначительной количеством правок, я считаю, что это злочин перед украинским сообществом. И Верховная Рада должна завершить расследование и поддерживать в финальном голосовании проект этого закона. Под рассмотрением количества правок и под рассмотрением времени необходимого на расследование этих правок Сразу вслед за судебной на рассмотрении пенсионная реформа. Чтобы не отступать от плана и шанс не упустить. План такой. Принимаем судовую реформу и сразу переходим к развитию пенсионного. Чтобы наша осень реформ не перейшла в зиму. В адрес пенсионной реформы критики все меньше. И поправок меньше. Из 2000 осталось около 500. И здесь, говорят нардепы, есть возможность согласовать позиции. Залишаются два вопроса непогодженных. Это вопрос, которое внесла наша фракция. Это коэффициент 1,35 и 1 при нараховании годов пенсии. Это сущная изменения. Мы должны разобраться с базой оподаткования. И второе вопрос, это сколько зараховываются индексации. Уряд предлагает 50% от средней пенсии и 50% от уровня инфляции. Про пенсионную реформу сейчас ведутся интенсивные перемоги с городом. Серьезные запобеджники должны быть внесены. И, по-друге, пока есть в этом бюджете, в этом пенсионном законопроекте, наши требования о аудитории пенсионного фонда и о создании электронного реестра социальных пилей. Но даже без голосов самопомощи и Батьковщины, уверены в БПП, голоса есть. Опять же, ситуативное большинство. Радикалы подсобят, которые вроде бы не в коалиции. Мы слышим от радикальной фракции Олега Ляшка такую серьезную поддержку. Я думаю, что поддерживают группы. Мы проводим работу, будут поддерживать группы. Я думаю, что поддерживают позафракционные. В планах депутатов у медицинской реформы надеются хотя бы приступить к рассмотрению. А кроме того, наконец, закон о реинтеграции Донбасса может появиться в зале. Его намерено на этой неделе зарегистрировать, правда, под другим названием. Мы бы его не називали уже как законопроект реинтеграции, а називаем его рабочей названием «Стратегия по восстановлению территориальной ценности Украины – звольнение Донбасса». В законопроекте введено, я уже сказала, понятие по визначению Росии как агрессора. Визначено, соответственно, до 51 статьи статута ООН, наши действия. Это уже не как антитеррористическая операция, а самооборона государства, что дает возможность вводить войска, использовать оружие формирование в любой период на невозначенный термин. Мы поддерживаем любой закон, который дает возможность восстановить территориальную ценность нашей страны политическим шляхом. Частина их прописана в Минских угодах. Это, прежде всего, миротворцы в зоне конфликта для того, чтобы прекратить стрельбу трагедии и перейти до политического выполнения. Далее в нас идет закон про особенный статус на период в 3-5 лет для восстановления инфраструктуры. Закон про амнистию для тех людей, кто не был задеян и не создавших тяжких злочин. И контроль над кордоном между Украиной и Россией за рахунок украинских прикордонников. А далее политические вещи, связанные с выборами. Кроме законодательных вопросов, у депутатов еще и кадровые. В планах, как всегда, все решить в течение недели. В четверг хотят рассмотреть кандидатуру в состав НКРЕКП. И, по всей видимости, времени нардепам снова может не хватить. Спикер грозит оставить парламентариев без обеда. Вот только без согласия самих депутатов их график не изменишь. А они, как показывает практика, почти всегда не готовы к сверхурочным. Екатерина Лысенко, Павел Лысенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.